В дни школьных каникул повсеместно для детей проходят различные мероприятия и спортивные соревнования. Не исключение и наш город. Пятый раз подряд проводится открытое первенство Ивангородской спортивной школы по борьбе дзюдо. Место проведения соревнований – спортзал школы номер 2. Подробно об этом рассказал главный судья соревнований Леонид Соколенко. Детишек все равно собралось очень много, приятно смотреть. Выступают мальчики и девочки, все стараются победить. Ну и всем желаем победы, все стараются, все побеждают. Дети будут награждены медалями, грамотами за свои успехи и за свои победы. Кроме ивангородских дзюдоистов, в сегодняшних соревнованиях участвуют юные спортсмены из клуба «Русич» города Сланцы, руководитель Сергей Леонов. А кингисеп представляют два клуба – «Кемпа» – руководитель Алексей Фурсов и «Япон» – руководитель Юрий Васильев. Всего на татами сегодня вышли более 50 мальчишек и девчонок. Можно сегодня выделить тех, кто первый раз пришел. От казаков Даня в первый класс пришел, боролся, но начинает только. И Шатова Дмитрия, который выиграл и который старается. А также всех остальных детишек, которые пришли, борцы, помогали мне в проведении турнира. А также хотел бы поблагодарить и спонсоров, тех, кто смогли в этот раз помочь, а также всех родителей и тренировок. Дзюдоисты выходят на татами, как на последний бой. Компромиссов для них не существует. И слезы после поражения тоже бывают. А пришедшие самые главные болельщики – мамы и папы – утешают и подбадривают, потому что нужен только небольшой отдых. Снова спортсмен должен выйти на татами бороться. Давайте мы немного понаблюдаем. Вот так, вот так, сиропаду, сиропаду. Давай, 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 назад. Вот так, молодец. Вот, вот, сочетай, все, ну, разбежай. Лиже, подчерк. Ну вот, все схватки состоялись, итоги подведены. Награждение победителей и призеров проводит помощник депутата законодательного собрания Ленинградской области Тарас Соколов. Сегодня все участники соревнований получили грамоты и медали, а с ними ценный опыт победы и поражений. Как сказал главный судья соревнований Леонид Соколенко, как знать, может быть в этом зале сейчас был будущий олимпийский чемпион. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ